приветствую всех на канале ульяна шьет и сегодня я хочу показать как выполнить вспушку на пальто чтобы было понятно я сразу покажу вот борт пальто и если нет вспушки вот посмотрите что происходит подборта как бы отстаёт и даже если будет фиксироваться пуговицами или кнопками вот это место будет гулять это очень некрасиво вспушка ручной функциональный стежок который зафиксирует подборт воротник лацканы и клапаны нить нужно использовать либо двойную как я сейчас это буду делать либо утолщенную нитки используют как в тон изделию так и контрастные если хочется еще иметь и декоративный эффект на этом борте я уже начала делать вспушку посмотрите с изнаночной стороны такие маленькие маленькие точечки стежков а с лицевой стороны ниточек не видно итак в иголке двойная нить покажу как начинать строчку естественно узелки в пальто не нужны поэтому я сделаю несколько стежков и запрячу шов с закрепкой а нитку просто обрежу эти стежки будут как бы утопать в шве поэтому их видно не будет но нитка будет надежно закреплена и а далее вывожу иглу с изнаночной стороны примерно в 7 миллиметрах от края борта если кто-то не доверяет своему глазомеру что может провести ровный стежок от края борта то можно использовать например заготовку у меня это пластиковый припуск где можно даже маркером провести разметку или сделать шаблон из картона так иглу вывели наизнанку и делаем стежок назад иголкой примерно в одном миллиметре с лицевой стороны держим пальчик потому что нам нужно захватить лишь внутреннюю часть ткани пальто не протыкая насквозь стежки друг от друга примерно получаются около семи миллиметров снова назад иголку на один может быть даже пол миллиметри к пальцем держу борт на плотных толстых тканях не сложно делать вспушку не протыкая насквозь собственно ручная вспушка это и есть ручной стежок назад иголкой с лица ниток не видно то что мне и нужно а далее я дошла до линии перегиба лацкана вот у меня ниточка там отмечена и я сейчас сделаю вспушку также с изнаночной стороны до этого места а потом поменяю изнанку на лицо дошла до линии и вывожу иглу на лицевую сторону а далее делаю все то же самое только с лицевой стороны специально я не вымеряю расстояние между стежками они как-то сами собой получаются примерно от семи миллиметров до одного сантиметра это будет зависеть от плотности ткани в моем пальто это 7 миллиметров посмотрю что с лица с лица все замечательно фишки с лицевой стороны невидимы но посмотрите вот борт держится очень хорошо я сейчас дашь ее этот стежок до конца до короткой ниточки и потом покажу как я заканчиваю стежок и прячу нити периодически я смотрю не проткнула ли я ткань с лицевой стороны лучше этого не допускать ну а если ошибка допущена то ниточки нужно распустить и выполнить шоу заново ну вот ниточка уже короткая иголкой между тканью я вывожу в шов и делаю несколько закрепок точно так же как я делала в самом начале этих стежков совсем не видно даже если очень-очень сильно присматриваться иголку провожу через припуск внутри изделия несколько раз вывожу наружу и отрезаю концы ниток все все закрепка готова спушку можно делать и с лицевой стороны если хотите добиться декоративного эффекта например контрастные нитки будет очень красиво смотреться но мне это не потребовалось как видите такой стежок очень прост выполнение и его функциональность велика пишите в комментариях доводилось ли вам выполнять вспушку прошу поддержать канал подпиской лайком до новых встреч всего доброго